Тоша Хотя какие обязательства могут быть между людьми, которые ни разу не видели друг друга? Ну, прислали уведомление из полиции. Сообщаем, что Родионов Кузьма Кузьмич доставлен с инфарктом в больницу. А кто он, Тоша? Этот Кузьма Кузьмич. Хоть по батюшке, хоть по матушке. Родителей 6 лет в живых нет. Спросить не у кого. Может, ошибка вышла. Но последовал вызов из нотариальной конторы. И вот Тоша мнется у двери. Возникало странное ощущение, будто по другую сторону кто-то проник к голоску, тревожно так как. А вдруг это старик, не дождавшийся никого к своему смертному одру, караулит, чтобы востребовать душу или жизнь. Да что это за мысли? Нужно было сидеть в поселке и не зариться на наследство. А вообще не стоило отказываться от сопровождения тетки из жилищно-коммунального управления. Но она так долго бегала из одного кабинета в другой, так неохотно перекладывала вещи со стула в сумку и из сумки на стол, что напоминало нашкодившего первоклассника, который оттягивает момент разборок с родителями. А потому тетка схватила звонящий мобильник, как палочку-выручалочку, украдкой поглядывая на Тошу. Пришлось сказать, что можно обойтись без ее услуг. Тетка обрадовалась и сунула Тошке ключи. В тесном многоколенчатом коридоре Тоша остановилась, чтобы поудобнее взять свою поклажу, до нее донесся разговор. Жалко, совсем девчонка. Может обойдется. Тоша так и не поняла, кого жалеют, потому что дверь закрылась, и слова превратились в невнятный бубнеж. Ой, это же где-то внутри запертой квартиры дверь хлопнула. Или показалось. Очень удачно. Кто-то поднимается по лестнице. Подождем. Стильно одетая женщина оглядела Тошиной вещи. Приветливо улыбнулась, но промолчала, направляясь к следующему лестничному пролету. И Тоша решилась. Здравствуйте. Я приехала по вызову из нотариальной конторы. Эта квартира теперь моя. В ЖКУ дали ключи. Не могли бы вы меня выручить? Зайти вместе? Мало ли чего? Сказала она. Женщина остановилась, но ее улыбка померкла. В это время в глубине квартиры раздался вой. Подобный весенним кошачьим распевом. Что-то грохнуло. И вой стих. Мне почудилось, или там кто-то есть? Вымолвила Тоша. С чего вы взяли? Квартира много лет пустует. Холодно ответила женщина, развернулась и стала подниматься. Но Тоша видела, как испуганно расширялись ее глаза. Она тоже слышала. Что делать-то? Размышления были прерваны острой потребностью. Выпитый утром кофе завершил свой цикл в организме. Тоша решительно загремела ключами. Ох и пылище же в прихожей. Будто тополиный пух. Только серый. Тоша пристроила вещи на колченогой табуретке и тумпочке. Бросилась к туалету, торопливо расстегивая джинсы. Только бы сантехника была в рабочем состоянии. К счастью, все оказалось в норме. С поласкивая руки, Тоша обратила внимание на зеркало. Мутная от засохшей налета поверхность была похожа на бельмо. Скоро здесь все засверкает чистотой. Во входную дверь забарабанили. Тоша поспешно направилась в прихожую, мельком глянув в комнату. Так, а это что такое? Стук возобновился с такой силой, что с косяков посыпалась труха. Ладно, потом выясним, что это за вещь. А то кому-то не втерпешь. Того и глядит дверь с петель сорвет. Тоша открыла замок и отшатнулась. «Помогите! Ради бога, помогите, дочка Сашенька! Она не дышит!» Крикнула растрепанная молодая женщина и разрыдалась. «Простите, я только заселяюсь и не в курсе, есть ли здесь телефон!» Растерянно забармотала Тоша. Опомнилась и зашарила в сумках в поиске мобильника, пытаясь хоть как-то успокоить обезумевшую соседку. «Сейчас наберу экстренный вызов!» Но женщина с силой схватила ее за руки и потянула. «Помогите, ну пожалуйста!» Тоша против воли шагнула за ней к распахнутой настежь двери в квартиру напротив. «Умоляю вас, моя малышка!» Сначала захрипела, синенькая сделалась вся, холодная. Потом глазки закатились. «Деточка моя!» Женщина взвыла и протащила Тошу через лестничную площадку и заставленную вещами прихожую. В комнате на низком диване лежала девочка. Голова запрокинута, черничного цвета рот открыт, словно в крике. На шее темные пятна и засохшие царапины. Тоша встала, как вкопанная. «Так, нужна не скорая, а полиция!» «Надо же, дочка дышать перестала!» «Кто-то поспособствовал этому!» «Не мамаша ли?» «И она может быть опасной!» «Только сейчас Тоша поняла, что не чувствует цепкой хватки рук женщины!» «Куда она делась?» Тоша настороженно оглянулась. Соседка исчезла, оставив ее одну возле мертвого ребенка. «Вот влипло так влипло!» «Вызвать полицию!» Тоша прошла в прихожую и вновь застыла. На табуретах и тумбочке в чужой-то квартире стояли ее вещи. Никакие другие с ними не спутать, особенно сумку, набитую косметикой, а поверх ее собственный мобильник. «Так где сама Тоша? У себя? У детоубийцы? Или в кошмарном сне?» Грудная клетка несколько раз содрогнулась в попытках вдохнуть, а на шее будто затянули удавку. «Если оцепенение не пройдет, Тоша свалится на пыльный пол, и здесь найдут два трупа». Воздух внезапно хлынул в горло, и Тоша с облегчением оперлась о тумбочку. «Нужно выбираться отсюда!» Кто-то легонько коснулся спины. Тоша обернулась. Возле нее стояла мертвая девочка. На синюшнем лице жалобно кривились черные губы. Глаза с желтыми белками сочились бурой слезой. А потом перед Тошей словно задернули занавеску. Когда она очнулась, прихожая была заполнена мголистыми сумерками. Тоша встала. Руки-ноги дрожали. Раскалывалась от боли голова. Три метра до двери Тоша преодолевала целую вечность. Наконец переступила через порог. Прочь отсюда. И все же обернулась. Пустая прихожая, ветхая мебель. Вещи пропали. На полу, покрытым комковатой пылью, не было ни одного следа. У себя Тоша сразу же включила свет. Не прикоснулась к сумкам и чемодану. Немного помедлила. Прежде чем войти в комнату. А вдруг? Но маленькой покойницы не было. Зато приземистый диван, громоздкая допотопная мебель, такие же, как в чудовищной соседской квартире, стояли на тех же местах. Отличие заключалось в чучеле громадной кошки под гигантским стеклянным колпаком. Оно-то и поразило, когда Тоша только услышала отчаянный стук в дверь. Свалить бы отсюда, но куда она начнет глядя? Чужой город. Ни родственников, ни знакомых. А эта квартира и впрямь мышеловка. Хотя, если списать происшествие на разгулявшиеся нервы, им, нервам-то, только волю дай. Останешься без жилья, засохнешь без нормальной работы и возможности устроить личную жизнь в поселке, которого и на карте пока нет. В общем, так, Татьяна Ивановна. Утро вечера мудренее, сейчас уборка в бешеном темпе, потом сон, а раздумья после. И никаких нервов. Уснуть не удалось. Тоша полночи проворочилась на новом комплекте белья, предусмотрительно купленном в вокзальном магазинчике. Мешала забыться иллюминация, устроенная для спокойствия. Ага, нервишки не сметешь, как пыль. Пришлось выключить свет сначала в комнате, потом в прихожей и на кухне. Парадокс. Но темнота еще больше взбодрила. Тоша встала и подошла к окну. Разве она открывала рамы? Свежий ветер откинул пряди спотных щек. Сдул с плеч легчайший шелк ночной рубашки. Скорее туда, где неспокойная ночь шуршит своими одеяниями. В громадных сиренях, где робко прильнул к асфальту анемичный свет фонарей. Где кто-то готов отдать горячую кровь сильному гибкому телу хищника. Скорей же. Черт подери. Она чуть не прыгнула с четвертого этажа. Тоша слезла с подоконника, уняла дрожь, поправила рубашку. На кухне заново вымыла чайник, поставила кипятить воду для кофе. Что с ней творится-то? В детстве, говорили, она немало, по сумасбродила. Но лет с десяти переросла чудачество. Простыла рассудительной и спокойной девочкой. Слегка себе на уме. Не без того. Внезапная смерть родителей не сломила, а только закалила характер. И еще. Она наберет знала, кто и когда хочет ей навредить. И всегда могла противостоять этому. Стоило в ответ пожелать зла, как задуманное осуществлялось. Не всегда так, как ей хотелось, но все же. Уж не экстрасенс ли она? А если подальше от всякой ерунды и поближе к делу, то у нее только два варианта. Первый – таблетки от головной боли, которые она принимала недели две, оказались негодными, даже вредными. Бывает же такое, что препараты перепутают, или срок хранения истек. Отсюда и глюки. Второй – вернулись ее детские причуды, не оставившие ничегошеньки в памяти. О них Тоша узнала только от родственников на похоронах родителей. Мол, фантазеркой была, такое выдумывала, что и в книгах не прочтешь. Да еще заставляла всех верить в чепуху. Может, теперь она снова галлюцинирует? А пищу для видений дал этот поистине странный дом. Завтра, то есть уже сегодня, нужно поговорить с соседями. Не убивала ли здесь дочку свихнувшаяся мамаша? И каков был Кузьма Кузьмич, завещавший ей свою квартиру? Тоша все утро простояла у окна, выглядывая соседей. Некоторые прошли к своим машинам, некоторые поспешно направились к автомобильной остановке. Мамы с детьми торопливо шагали в детсад. А вот и встретившаяся вчера ей на лестнице женщина вышла прогуливать собачонку. Тоша мигом оделась, схватила пакет и вышла. С опаской покосилась на дверь напротив и буквально понеслась по лестнице вниз. На улице сымитировала радость от встречи и поздоровалась с женщиной. «Здравствуйте, я Таня, для друзей и соседей Тоша, будем знакомы». «Алена», буркнула женщина и попыталась утихомирить разгавкавшуюся собаку. Крохотный песик хрипел и рвался с поводка, отбрасывая задними лапами палую листву. «Да что с тобой, нарцисс?» Досадливо проговорила Алена и подхватила питомца на руки. «Тихо, а то Михайловна снова разворчится, что у нее голова болит от лая». К подъезду в конце дома подъехала скорая. Следом полиция. «Всего доброго», торопливо бросила в Тоша на адрес Алена и чуть не бегом отправилась домой. Тоша упрямо пошла за ней, в открытую навязываясь. «Может, поближе познакомимся?» «Не зайдешь на кофеек?» Алена только дернула плечом, но тут из подъезда ей навстречу вышла тучная старуха и перегородила путь отступления. «Михайловна», почему-то сразу подумала Тоша. Старуха подбочинилась, а потом сказала басом. «Да уйми же своего нарика! А не можешь воспитать усыпи, такая брехливая собака, спасу нет от лая». Алена молча протиснулась между Михайловной и косяком двери. «Чего это там?» спросила старуха и сложила пальцы сардельки козырьком над глазами, глядя на скорую и полицайку. «Не знаю», ответила Тоша. «А кто знает?» поинтересовалась, видимо, чисто для риторики старуха и добавила. «Нина Михайловна, а ты с четвертого жиличка или собственница?» Тоша не успела ответить, как грозная бабка придушина ойкнула и попятилась назад. Ее щеки, похожие на плохо набитые подушки, вовсе обвисли и посерели. Тоша проследила остановившийся взгляд Михайловны. Санитары молодой мужчина вынесли из подъезда носилки, накрытые простыней. «Святые угодники, опять!» пробормотала Михайловна и закрестилась. Тоша почувствовала лазейку для своих целей и радушно пригласила старуху. «Нина Михайловна, пойдемте ко мне. Если давление позволит, попьем кофе или чаю?» «А покрепче ничего нет?» почти прошептала громкоголосно Михайловна. «Найдется!» улыбнулась Тоша и чуть подтолкнула неповоротливую бабку к лестнице. За столом шумно втягивает чай с лимонной наливкой, которую всучила Тоша троюродная тетка, мол, отметишь на Василия. Михайловна разговаривалась. Оказалось, что в их доме мрут люди страшной и необъяснимой смертью. С периодичностью в семь лет. «Я тебе скажу это Кабачупра!» сказала бабка значительно и тихо. «Наверное, чтобы не услышала это самое». «Каба кто?» удивилась Тоша. «Кабачупра!» шепнула Михайловна. «Зубами за шею хватит и все». Тоша поняла, о ком говорит бабка и улыбнулась, а потом задала вопрос, который должен был пролить свет на происходящее с ней самой. «Нина Михайловна, они убивали в нашем подъезде ребенка, маленькую девочку, так у Энта и Алены?» причмокнув, ответила бабка и показала пальцем на потолок. «С пятого, не прямо над тобой, а рядышком». Она с тех пор умом тронулась. Все с нариком своим носится, в нос его целует. «Ну а че, детятка пропала, а любить кого-то нужно». «У Алены?» поразилась Тоша. «А в квартире напротив моей не умирала малышка?» «Нет», твердо молвила Михайловна. «Ваша Таша ровно как нежилой. Появляется кто-то, незаметно съезжает. Караван, сарай, одним словом. Около тридцати лет живу в доме, ни одного квартиросъемщика не помню. И даже моего родственника Кузьму Кузьмича Родионова не помните. Он мне эту квартиру завещал, а задачу проговорила девушка. «Не было здесь никакого Кузьмы Кузьмича», растердилась Михайловна. «Я, между прочим, с самого вселения, старшая по подъезду, деньги раньше на всякие нужды собирала, так что все и про всех знаю». Несмотря на пережитые кошмары, Тошка только сейчас в мирные минуты чайпития поняла, что мышеловка захлопнулась. Весь мир потускнел и замолчал. Беззвучно шевелились старухины губы, беззвучно металась по кухне жирная синяя муха. «Ты чё, асомлела от своей наливки?» Неожиданно винтился в уши бысок Михайловны. «Кажется», чуть слышно сказала Тоша. «Ну тогда я пойду», заявила бабка. «Милиционеры, полиционеры, сейчас по квартирный обход будут делать, а ты отдыхай. Комнатку-то гляну?» Ни разу не была за все годы. Тоша кивнула, поднялась, тяжело опершись на стол и пошла вслед за Михайловной. Бабка повертела головой, неодобрительно хмыкнула, подошла к пустому стеклянному колпаку и щелкнула по нему с желтым выпуклым ногтем. «Чё это? Банка какая-то?» «Это купол, которым накрывали чучело», еле шевеля губами, ответила Тоша. «А где оно?» спросила Михайловна и сьюморила. «Сбежала, чёль?» Тоша только вздохнула. «Действительно, сбежала. Только непонятно вечером она протеряла стеклянную часть футляра, разглядывала искусную работу мастера, а потом перестала обращать внимание на чучело. И вот». «Но я пойду», заявила бабка, еще раз щелкнула по стеклу и добавила. «Здоровенная банка, поди кабачу бра целиком поместится». Выпроводив Михайловну, Тоша ухнула в кружку остатки наливки, выпила. «Не, так нельзя, иначе с ума сойдешь. Пропажу, набитая пилками шкуры, снова спишем на глюке». Ну, привиделась ей. Как и вчерашняя гостья с мертвой дочкой. Алена, у которой действительно погиб ребенок, живет вовсе не напротив. От забористой наливки стала кружиться голова, исчезла скованность. А что, если нанести визит в злополучную квартиру? Эх, была не была. Тоша прихватила ключи и решительно вышла на лестничную площадку. Позвонила, постучала, легонько толкнула дверь. Она поддалась. Тоша глубоко вздохнула и вошла. Кузьма Кузьмич стоял посреди комнаты и, медленно поворачиваясь, осматривал каждый угол мебели, каждую складку портьер, каждую тень. Тварь скоро будет здесь. Он это чувствует. Тяжелый ломик, взятый когда-то из коморки дворника, дрожал в руке. Стар Кузьмич сверх сотни еще десяток набежал. Три войны за плечами, а взглянуть в глаза своей погибели придется именно сейчас. Пять раз раненый на фронте, знал, выживет. И когда его полуторка уходила под лед, был уверен, что выберется. Два инфаркта не свалили. И вот. Входную дверь заскребли когти. Кузьмич приложил руку к груди. Сердце нехорошо затрепыхалось. Нет, он не выдержит. Нужно как-то отсрочить последний бой. Смысла в этом конечно нет, но он не готов. В коридоре раздался звук, будто что-то мягкое упало с высоты. Кузьмич собрав все силы рванулся и бросил в коридор ломик. Взвыла темнота. Ну все, теперь тварь затаится на какое-то время. Сколько их было, этих передышек в изматывающей охоте. Цена каждой чья-то жизнь. Не раз приходила мысль подставить свое горло жаркой клыкастой пасти. Или петля, или распахнутое окно. Но что будет после, когда умрет последний охотник? Не по своей воле он им стал. А вот насчет твари не уверен. Не по его ли пособничеству явилась в мир эта гадина? Теперь можно сесть в кресло, отдохнуть, побыть просто Кузьмичом. Все началось сразу после войны, когда ему, фронтовику, выдали отдельную квартиру. В соседней коммуналке было столько жильцов, что даже по лицам не запомнишь. Он сразу сдружился с семьей Игоря Русакова, инженера их автопарка, который с женой и дочкой Танечкой ютился на восьми квадратах. Поэтому двери Кузьмичевой и однушки были всегда открыты для приятеля и трехлетней непоседы. Вечера, Танечка на половике строила что-то из кубиков, заменили семейную жизнь, оборванную взрывами сорок первого. Иногда Игорь, услышав шум и крики из-за смежной стены, потирал лицо руками и говорил «Ад». Кузьмич строго возражал «Ты ада не видел. Вот когда в сотню раз больше и молчат и не двигаются, вот тогда ад». «Твоя правда», отвечал его молодой друг. Однажды Танечка нашла на улице замерзавшего рыженького котенка. Так расплакалась, что Лена, жена Игоря, позволила ей принести заморыша домой. Игорь долго возмущался, спорил, пытался всучить животенку Кузьмичу, но не смог устоять перед счастливым, каким-то просветленным лицом дочки, когда она играла с найденкой. А потом немного подросшая кошка заболела. В тот вечер Игорь пришел один и спастепенно брюхо разбарабанило. «Хотел унести Танечка в крик», сказал он. Кузьмич понял, в чем дело. «Это крысиный яд. Нужно было сразу проявить твердость, а теперь ничего не поделаешь», объяснил он. Утром увидел в окно, как Игорь прошел со свертком в газете за котельную, которая тогда располагалась сразу перед их домом. Однако после работы друг явился с Танечкой, в руках которой барахтывалась рыжая кошка. «Ничего не понимаю», шепнул ему Игорь. Затолкал ее под какие-то доски. Прихожу домой, а Лена рассказывает, что Танечка хватилась к кошке, заплакала, а потом закричала. «Мама, Тошка во дворе гуляет!» Сходили они за Тошкой. «Может, это другая?» не поверил Кузьмич. «Нет», ответил Игорь. Потер лицо, как будто хотел очнуться от неприятного сна. Кузьмич присмотрелся. На шее котенка была повязана тесемка с бантиком из кусочка золотинки. Такая обертка была у конфет, полученных по особому пайку для фронтовиков. Весь вечер они наблюдали за играми, которые устроила Танечка. Кузьмич тайком от друга поговорил кое с кем из соседей, и война коммуналки против котенка на время затихла. На полгода, не более. В четвертом часу утра раздался тихий настойчивый стук в дверь. Кузьма отчего-то всполошился и побежал открывать, не надев тапки. Игорь буквально ввалился в дверь. В руках свернутое полотенце с багровыми пятнами. «Кузьмич, ты как отец мне», глухо сказал Игорь. «Вот опять! Дядя Леша костылем, пьян в стельку, как всегда. Кузьмич, помоги, я не смогу. Боюсь, понимаешь, вдруг снова вернется». «Проходи на кухню», сказал Кузьмич и стал одеваться. Немного подумал и прихватил саперную лопатку. «Надо бы в землю, как полагается». Он зарыл тошку под кустом. Долго не мог избавиться от ощущения раздробленности косточек, которые перекатывались под шкурой, потерявшей всю рыжую роскошь. «Эх, а Танечка-то заразила его нежностью к зверушке». Потом с другом выпил 200 граммов. Игоря неожиданно развезло, и Кузьмич потащил его домой, колени на руки. Тихонько закрыв за собой дверь комнату Русаковых, Кузьмич прошел длинным коридором к нише, где, пустив зеленые сопли по усам, хрипел дядя Леша. Ногу потерял не на фронте, придавило опрокинутым по пьяне трактором еще до войны. «Мразь, до своей комнаты не смог добраться». Кузьмич тряхнул его за грудки, прерывистым от ярости шепотом спросил, «Тебе, сволочь, воевать больше не с кем. Зачем кошку пришиб?» Дядя Леша очнулся и совершенно трезвым голосом, хотя и раздила сивухой на весь коридор, сказал, «Черт, это они, кошка, черт, она каждую ночь ко мне приходила, кровь мою пила, не веришь, вот». Инвалид хотел расстегнуть разномастные пуговицы на рубашке, но пальцы не послушались. Тогда он рванул ворот так, что пуговицы горохом затрещали по полу. На его шее, ключицах багровели ранки, вся грудь была в засохших и свежих царапинах. Явится из темноты, шаркнет когтями, аль куснет и лижет кровь. Кривя губы выговаривал дядя Леша и затрясся от слез. Кузьмич даже задохнулся от возмущения, громче, чем следовало, крикнул. Допился до кошачьих чертей, пьянь чокнутая. «Кошка кровь лакает, а ты лежишь и смотришь, да?» Потянулась сквозняком. Кузьмич хотел было сказать, за Танечкина горе дяде Леша еще придется ответить, но краем глаза заметил, что входная дверь приоткрылась, глянул и почувствовал, что пол уходит из-под ног. В коридор медленно вошла Тошка. Это была именно она, рыжая шкура в крови и земле. Кошка уселась и стала вылизываться, глядя на Кузьмича и захрипевшего дядю Лешу. Кузьмич осторожно обошел Тошку и бросился вон. Под вечер этого дня он узнал, что инвалиды нашли мертвым в коридоре. Допился. Игорь у друга больше не появлялся, а при встрече в автопарке сообщил, что уходит из семьи. Тихая и кроткая Лена превратилась в фурию, когда услышала ультиматум или он, или кошка. Кузьмич только руками развел, и это было первой ошибкой. Вторую он совершил, когда не сумел увязать череду странных смертей в коммуналке с кошкой. Скандальная молодуха мать двоих детей покончила жизнь с самоубийством, когда задохнулся во сне последний из ее малышей. Она полоснула по своему горлу кухонным ножом. Все лицо и руки несчастной были покрыты царапинами. Одна из крикливых старух внезапно сошла с ума и обварила себя водой из бака, в которой кипятилось белье. А вот Тошка оказалась стойкой. Никто не сумел ее извести. Квартира стала считаться погибельной. Дурная слава. Точно неприятный запах поползла по городу. Кузьмич как мог опекал и защищал семью, давно уволившегося инженера. Потом была третья ошибка, самая страшная. Танечка выросла в 15-летнюю красавицу, а по поведению осталась той же малышкой, с нежной привязанностью к своей кошке. Лена еле уговорила дочку поехать в летний лагерь. Через несколько дней Тошка исчезла. А смерть вышла из пределов квартиры. Один за другим погибли трое жильцов дома. Кузьмич с Леной съездили к Танечке и, как ожидалось, обнаружили кошку у хозяйки. Привезли взбешенное животное домой. Кузьмич отправился в командировку, а когда вернулся, узнала только что случившейся трагедии. Лена вместе с кошкой бросилась под самосвал. На похороны явился Игорь. Настоял, чтобы дочки не сообщали о смерти матери до конца летнего сезона. Кузьмич счел, что Танечке не пережить сразу две потери и заказал чучело. Безжалостно задавил домыслы и суеверия. Рассудил так. Вся злоба, которая обрушилась на кошку, обернулась против самих людей. Дикие нравы коммуналки и не только по отношению к животному вызвали нечто такое, что противно самой жизни. А Танечку он не оставит. Поможет закончить образование в другом городе, где жили родственники Игоря. Отпишет ей квартирку. К удивлению, она недолго горевала. А на прощание оставила чучело в своей любимице. Выучилась, вышла замуж, родила сына, стала счастливой бабушкой и тихо покинула этот мир, как случилось со всеми знакомыми Кузьмича. А он остался хранителем. Потом пришлось охотиться. Хреново, надо сказать, это у него получалось. Возраст. Или судьба. Или что-то иное. Тоша огляделась и тяжело вздохнула. Все как в прошлый раз. Может, эта квартира какое-то зеркало, мутное от происходящего налета, в котором вместо отражения искажение. Девочку она почувствовала сразу. И точно. Покойница вышла в коридор, поманила рукой с уже совсем черными ногтями. Тоша почему-то совсем не была страшна. Наверное, она спит. Как в детстве, когда в забытии чудились незнакомые лица. И предсмертные хрипы в ушах. А потом их кровь на губах и ладонях. Тоша Мелина двинулась в комнату по бесконечному коридору, стены и потолок которого были зыбкими от изменчивой дымки. Ноги вязли в невидимой субстанции. В голове шелестили голоса. Дорогу переградила женская фигура. Возникла, словно из ниоткуда. Погачала залитой кровью наполовину оскальпированной головой. Расставила в стороны руки с содранными на пальцах ногтями, как бы не пуская дальше. Но Тошку влекло вперед. Она знала, останавливаться нельзя, и шагнула навстречу. Женщина, если можно было так назвать это существо, откинула голову, отчего кожный лоскут со слипшимися волосами сполз ей на спину. Издала вопль и вдруг схватила Тошу. Кости пальца изуродованной покойницы выскользнули из гнилой плоти и больно впились в предплечье. Оскаленные зубы в лохмотьях разложившихся десен приблизились к Тошиному лицу. Ворохнулся почти черный, сморщенный язык и раздались слова. «Сдохни, тварь, не отдам тебе Танечку». Сначала Тоша почувствовала, что куда-то падает вместе с существом, а потом все завертелось. Тоша ощутила удары, хрусты чьих-то, а может быть ее костей, и дикую тяжесть. И наступила тьма. Тоша пришла в себя и поняла. Свободно. Ее больше никто не оставит. Осталось совсем немного. Она споткнулась о толстую железяку, которая сразу же обратилась в пыль. Оглянулась и поморщилась. В очистившемся от дымки пространстве громоздились трупы. «Ничего, это все позади». Тоша вошла в светлую комнату. Она у себя. Все отмыто и прибрано. Только вот у окна стояло незнакомое кресло. Отвратительное, несносное, пустое, но отчего-то опасное. Тоша, осторожно переступая, подошла ближе. Точно какая-то пелена закрыла потертую, клетчатую обивку. А потом, как в кино, понемногу стал проявляться спящий человек. Старик. Уж не тот ли, что когда-то жил здесь, до нее? Ждал поди. Хотел отнять Тошин рассудок или жизнь. Ловушки расставил. Подманил на наследство и... «Танечка?» Сказал проснувшийся старик и недоверчиво уставился на Тошу. «Дорогая, как ты здесь очутилась?» «Постой, ты же...» «Да, видно, пришел мой час. Спасибо создателю. Послал утешение в последний миг. Подойди, обними Кузьмича, как я скучал». Тоша хотела сказать, что хоть и дали ей имя в честь бабки, но она сроду здесь не была. И вообще, ее лучше называть Тошей. Тошкой. Она так сама когда-то решила. А уж коли теперь это ее квартира, так пусть старик проваливает, а не то. «Детка, а я помню, как ты здесь играла, уроки делала, а я... Я смотрел и представлял, что ты моя внучка», сказал дрогнувшим голосом старик. Поднес трясущуюся руку к глазам. «Сколько лет прошло, а я все один». Тоша на раздражение достигла предела. Показалось, что даже воздух пронзили электрические разряды, но изо рта вырвалось шипение. От злости должно быть. Старик выпучил бесцветные глаза и зашарил рукой возле кресла. Наверное, хотел дотянуться до стеклянной полусферы, которая стояла по отцу. Потом он бессильно обмяк и сказал, «Вот как! Это все время была ты!» Что ж, можно понять, когда плюнут в чистейшую душу, отравят ненавистью. Что может прорасти? Чем обернется отравленная, раздавленная, убитая чистота? Но меня, меня-то за что? За что невинных деток? Почему божьей любви на всех не хватает? Старик еще раз попытался достать громадный стеклянный купол, но не смог. Откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и забармотал. Возмездие, оно неотвратимо, виновен. Не знал, что людей нужно защищать от них самих. Где же найти такой купол, чтобы все зло запереть? Тоша осклабилась. Не выйдет запереть, старый дурень. Оплошал. Ловил тень, а ее проморгал. Но случись иначе, разве поднял бы руку на любимую Танечку? Вокруг Тоша закружился какой-то вихрь. Горло издало мощный вой, и она рванулась к креслу. Последние осенние ночи были безлунными. Недвижный и молчаливый город спал. Не ведал, что творится в кромешной тьме. Не знал и о том, кому предстоит проснуться утром, а кто навсегда останется в темноте.